Дорогие друзья, всех приветствую сердечно! Мир вам! Сегодня у меня тема будет, на которой я рассуждал во время Рождества. Тема о духовном значении имен. Вы знаете, мы с именами так часто встречаемся в жизни, что, наверное, поэтому о них толком не рассуждаем. Все, что близко к нам лежит, все, что для нас очевидно, оно для нас остается как-то интуитивно понятное, и мы недооцениваем это. Ну, например, свет, вода — это то, что нас окружает каждый день. И мы даже не замечаем того жизненно важного значения, которое имеют для нас эти вещи. Также и имена. О чем я хочу рассуждать? Вы знаете, я в Библии нахожу целый институт имени. Институт — это переводится как установление имени. Сам Бог, Он дал нам возможность, дал нам право называть, то есть нарекать, давать имя. Сам Бог, Он себя нам являет в именах. Мы видим, что вся Библия, она начинается с имен и заканчивается именами. И вся Библия — это не безликая картина, она картину мира, читающему ее, передает через имена, персонифицированно. И имена имеют такую силу и такое значение, которое мы недооцениваем. Я хотел бы вместе с вами порассуждать на три вопроса. Почему мы пользуемся именами? Как возникли имена? Что они значат? Потом, как нам относиться к именам людским, именам человеческим? И третье — зачем именами пользуется Бог? И как нам относиться к именам Бога? Давайте прочитаем из книги «Бытие», 2 главу с 19 стиха. Откуда возникли вообще имена? Почему мы сегодня пользуемся именами? Откуда родился институт имени? Итак, 2 глава с 19 стиха. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника подобного ему. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Вы знаете, это привычный очень текст, писание, мы хорошо, особенно те, кто рос в христианских семьях, в христианской среде, очень хорошо знакомы с первыми тремя-четырьмя главами бытия, когда начинается сотворение мира, и мы как-то проскальзываем этот текст. А здесь произошло очень интересное событие. Бог привел все живые существа пред лицо первого человека. И привел не просто так, он привел и сказал, назови им имена, дай им имена. А почему Бог что, не мог назвать этих животных и сказать, этого зовут так, а этого зовут так? Это интересно. Почему Бог поручил Адаму нарекать имена животных? Я вижу для этого две причины. Первая причина. Через наречение имени Бог закрепил власть человека над животными и над всем живым миром. Да, эта планета принадлежит Богу, но человек — это верховное существо, верховное творение. Об этом сказано в предыдущей главе, первая глава бытия, 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рабами, над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Мы недооцениваем то положение, в которое Бог поставил человека, потому что сегодня, хотя я слабее льва, я слабее медведя, я ниже жирафа, но я им команду, я им управляю. Я как человек. И человек, если этимологию смотреть, чело и век, чело — верховный, век — это сила, то есть верховная сила. И мы видим, что в течение всей книги и бытия, и дальше всей книги Библии право называть принадлежит властителю, право называть принадлежит верховному, высший называет низшего. Вы посмотрите, после того, как Адам назвал всех животных, всех живых существ, он называет жену. Не жена мужа, а муж жену называет. Он назвал ей сначала имя жена, то есть женщина, само звание женщина дал ей Адам. После этого он ее называет Евой, мать всех живущих или жизнь. Эти имена дал Адам, он как власть имеющий, как муж. Далее он дает имена детям, и мы видим, что и до сего дня кто дает имена? Власть имущий, родители детям. Государство дает имена своим землям, которые оно владеет. Имена дает чиновникам, которые управляют этим государством. И сегодня это до сих пор сохраняется. То есть давать имя — это атрибут власти. Мы видим, что Бог давал имена особо избранным людям. Я приведу пример просто, как это работает. Самый свежий пример, который я нашел, именование, переименование — это советская власть. Пришла новая власть, и чтобы заявить о себе и утвердить власть, посмотрите, переименование всех городов. Хорошо все стали городами, что у них не было названия? Нет, чтобы закрепить свою власть, надо там Санкт-Петербург, Ленинград, Волгоград, Сталинград, Куйбышев и все прочее, Энгельс, улицы, посмотрите, первая, вторая, десятая, пролетарская и так далее. Для чего это делается? Чтобы у них не было названий? Нет, чтобы закрепить власть и ценности действующей власти. А патриотические родители за 70 лет существования советской власти осыпали целое поколение детей, рожденных интересными именами, которые так и останутся атрибутом советской власти. Я вот нашел несколько, Энгельсина, Майя, знакомые имена, это все советские имена, Октябрина в честь Октябрьской революции, Вилен, это Владимир Ильич Ленин, Вилен, мужчина, мужское имя, или Вилор, Владимир Ильич Ленин, лидер Октябрьской революции, Вилор. Вот такие, то есть это реальные же имена. Или мне прабабушка рассказывала о том, что у них сосед двойняшек, которые у них родились, назвал мальчика Рева, а девочку Люции, революция. Ну то есть зачем это делается? То есть вот, чтобы утвердить власть, или как бы такой символ сделать, да, и дать имя, я просто подведу черту, это печать власти. Вы помним, как Авраам, когда посещал место, он овладел местом, он сказал, имя этому месту будет такое-то, там, Мариа, или еще как-нибудь, Сикхем, или имя колодцу этому будет такое-то. То есть печать власти, это мне принадлежит, я это назвал. Мы видим, как также библейские патриархи тоже давали имена своим детям, и переименовывали, и говорили, ты не так будешь зваться, а так. И вторая причина, почему Бог дал власть Адаму назвать имена животных. Вторая причина. Первая – это атрибут власти над всем миром, а вторая причина – это атрибут познания или познавательной силы. Что такое имя само по себе? В имени заключается значение, сущность предмета, его характер, его внутренность. И дать имя – это очень сложно. Я еще не родитель, у меня нет детей, но у меня есть многие друзья, у которых есть дети, и родители мне рассказывали, как они называли меня или еще других. Вы знаете, мы сегодня недооцениваем значение имени, и сегодня родители иногда очень посредственно относятся к нареканию детей. Потому что если мы видим, как в Писании нарекали отцы своих детей, то они относились к этому с молитвой, с Божьим ведением, чтобы это имя действительно отражало суть этого человека. А сегодня, вот я уже прочитал, Велор, Октябрина и все прочее. То есть я к чему говорю? К тому, что дать имя, для этого нужно очень большую иметь проницательность и силу познания внутреннюю. И для того, чтобы Адам дал имя животным, это символ того, что у него было сознание, в отличие от всех животных. То есть он не просто власть имеющий, это было проявление сознания. Потому что для того, чтобы назвать жирафа жирафом, а слона слоном, нужно сначала понять, что это слон, а потом его так назвать. То есть родить целое понятие. А потом понять, что это жираф, и назвать его жирафом. Понимаете, о чем речь? То есть давать имена, нарекать имена, это атрибут сознания, познания. Для этого очень большую проницательность надо иметь. И мы видим, что в имя родители вкладывают ту душу свою обычно, что они ждут от этого ребенка. Помните, как вот Ноя нарекли? Нарекли имя Ной, сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших. То есть Ной — это утешение. Или там, помните, последнего сына, последнего патриарха назвали Вениамин, умерла его мама при родах, и она назвала его сын страдания. Сын страдания. Помните, Иосиф нарек имя первенцу Монасия. Почему? Потому что он говорит, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. То есть Монасия как печать вот таких конца страданий Иосифа. То есть он, чтобы назвать, он должен был вложить сущность какую-то, вложить значение какое-то в это имя. И мы видим, что когда родители называют своих имена, своих детей, мы видим, как христианские семьи, обычно они хотят в именах детей запечатлеть праведников каких-то. И вот так вот бегают в детском лагере какой-нибудь Авраам и Моисей. А потом смотришь, уже дерутся друг с другом. Ты читаешь, только оторвался от Библии, а тут уже Павел с Яквом дерутся между собой. Ну, понятное дело, что от того, что ты назовешь дитё Павлом, он не станет апостолом. Но тут, когда он вырастет, придёт в сознание ребёнок, родители ему будут говорить, «Ты посмотри на своё имя, как мы тебя назвали? Что мы вкладывали в твоё рождение?» Потому что это был такой апостол Павел. И я знаю, в нашей семье, в честь кого называли, кого увековечивали в нас, у меня там братья старшие, Иван, Евгений, я знаю, в честь кого меня назвали Марком. И родители, они... А дня рождения у нас традиция, есть день рождения, родители напоминают, почему они так назвали. И говорят, наши ожидания, потому что были такие. То есть, возвращаясь, вторая причина, почему Бог дал право Адаму называть животных, потому что у него было сознание, проницательность. Таким же сознанием проницательность или предвидением обладают родители. Это Бог даёт такой милости. Таким же проницанием обладает сам Бог, когда, помните, он переименовывал людей. Он говорил, «Ты отныне не будешь Яковом». Как он его назвал? Он говорит, «Отныне ты будешь Израиль, борющийся с Богом. И если ты с Богом боролся, значит, и других побеждать будешь». Новое имя. Для Бога это имеет значение, очень серьёзное. Помните, как он переименовывался? Ты, там, Симон был, а стал Пётр. Почему? Будешь камень, и на тебе построят церковь мою. То есть сам Бог своим божественным предвидением, своим духом он проницает суть предмета и даёт как бы печать, как клеймо. Ты будешь называться так-то. Итак, вот откуда возник институт имени и что оно значит по своей сути. То есть имя, давать имя — это атрибут власти, и давать имя — это атрибут глубокого проницания, познания, атрибут сознания. Вы знаете, даже в научном мире говорят так, что мы знаем и владеем тем, чему мы знаем имя. Вот сто лет назад ещё не знали слово гравитация или телефон. Не знали. Это имена, которые дали предметам, которых ещё не существовало. А когда уже поняли, что такое гравитация, тогда уже пытаются ей управлять как-то и так далее. Поняли, что такое самолёт, уже умеет управлять. То есть мы управляем и знаем то, чему знаем имя. И вся наша речь, весь наш язык, посмотрите, из чего он состоит. Имя прилагательное, имя существительное, имена собственные, да, и так далее. Это всё имена, все слова, которые мы пользуемся, за ними стоит какое-то, какое-то явление, которому мы дали имя. И если мы не знаем это явление, мы не можем и называть его. Я перехожу к следующему вопросу. Как относиться к именам человеческим? Как относиться к именам человеческим? Каждый из нас является носителем имени и встречает других людей разные имена. Бывает так, встретишь человека по имени, как его зовут? Думаешь, а, ну у него, наверное, такие корни, понятно всё, как его зовут так. А этого встретишь там, понимаешь, а, может быть, это сын того-то, того-то. Это надо так присмотреться к нему. Ну, я ни разу не встречал, например, Иуду. Почему-то не называют людей Иуда, да? Вот не хотят увековечивать такое имя. И, другие, как Бог у нас относится к именам человеческим? Посмотрите, Бог знает имена людей и обращается с ними по имени. Помните, «Моисей, Моисей», не просто «раб мой, раб мой», не, «Моисей» или «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Даже мы иногда пренебрегаем именем и не относимся к нему так же серьёзно, как Бог относится. Вы знаете, я заметил, что когда я молюсь в общем о церкви, говорю, «Благослови церковь», одно значение молитва имеет. Когда я перечисляю в молитве имена, тогда Бог по-другому действует и в жизни этих людей, и в моей жизни. И Бог, Он знает нас по имени. Бог спасает людей поимённо. Он не говорит так, «Я спасаю церковь Царицына и церковь Новосибирске и вообще братство такое-то спасаю». Нет. Он знает чётко имена каждого, кто спасён. И помните, когда вернулись к нему ученики, которые изгоняли бесов, там чудеса творили, они возвращаются к нему и они говорят, «Вот, мы можем и огонь не извести и всё прочее». Он говорит, «Не тому вы радуетесь». А чему надо радоваться, Он им сказал? Радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Я радуюсь, что на небесах написано не просто «Братик такой-то из такой-то общины», а написано моё имя. Бог знает моё имя. И оно вписано в книгу жизни. Мы часто пренебрегаем этим и просто друг к другу так по-небратски относимся. И молимся друг за друга так оптом. Давайте ценить имена друг друга. ещё Бог называет себя именами избранных им людей. Помните? Я Бог кого? Авраама, Исаака и Иакова. То есть Богу нравятся праведники, и он, как Павел пишет позже, не стыдится называть себя Богом их. Он говорит, «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». То есть были такие люди, которые удостоились сопричислиться к имени Бога. И ещё я хотел интересную вам такую вещь, которую я обнаружил при изучении этой темы. Бог пользуется именами людей, чтобы выразить свою волю. Такой интересный факт я нашёл. Я его советую проверить. Я его не проверял с евреями, которые знают хорошо еврейский язык, но тем не менее из многих источников он транслируется. Вот имена, 10 имён от Адама до Ноя. Адам, Сиф, Енос, Кайнан, Малилиил, Иорет, Енох, Мафусал, Ламех, Ной. У каждого это всё одна родословная по Сифу. Это всё от Адама до Ноя родословная патриархов. Оказывается, если посмотреть значение этих имён и расшифровать их, то получается целое предложение, которое отражает всю суть Евангелия. Итак, Адам значит человек, человечество, Сиф, это встретить, Енос, смертный, смертельный, Кайнан, скорбь, Малилиил, благословенный бог, Иорет, сойдёт вниз или придёт свыше, Енох, это научить, воспитать, Мафусал, это смерть принесёт, Ламех, отчаивавшийся, бенадёжный, Иной, это покой, утешение. Соединив такие десять поколений, все эти десять поколений в одно предложение, можно получить такое, ну, выстроить грамматическую форму, можно получить такое послание. Человек встретит смертельную скорбь, болезнь и тесноту, но благословенный бог сойдёт научить тому, что его смерть принесёт отчаявшимся покой. Для меня было удивительно, как недаром бог, он чтит наши имена, он не просто так их подбирает и называет, и не просто так позволяет духу святому запечатлеть их в Писании, они имеют глубокое значение перед ним. Я хотел бы уже, наверное, перейти к последнему, не всё, к сожалению, нет времени сказать, тема очень обширная, глубокая. Последний вопрос, как относиться к именам Бога и что значит имя Бога? Если об имени людей тоже много можно чего говорить, помните, сказано «доброе имя лучше большого богатства», как надо относиться к своему имени, это очень интересная тема, потом как-нибудь осветим. Зачем Бог сам себе имена даёт? Зачем Бог позволяет себя называть? В чём смысл Божьих имён? Итак, я начну с того, что мы вспомним, что Бог запретил называть своё имя. Вы помните заповедь, которая в декологии дана нам? Четвёртая заповедь. Не называй имя Господа твоего напрасно, потому что всякий, называющий имя Господа напрасно, не останется без наказания. Бог табуировал своё имя, и сказал, что не называть. Более того, Бог скрывал своё имя, и до Нового Завета человечество только знало два слова, которые обозначают Бога. И были только несколько избранных людей, которым Бог назвал своё имя. Помните, Яков спрашивает, как имя тебе, когда боролся с Богом? Он говорит, а зачем ты спрашиваешь? Иди, ты благословен. Бог скрывал своё имя, он не позволял себе называть. Два имени, это Элагим и Яхве. А все остальные имена, которые мы знаем о Боге, это производные от Элагима или производные от Яхвы. Элагим — это то, что у нас в Писании на русском синодальном переводе написано «Бог». Яхве — это то, что у нас в синодальном переводе написано как «Господь». Бог — это мера Божьей правоты и правосудия. Господь или Яхве — это мера Божьего милосердия и помилования. И тогда, когда мы видим «Бог», это значит, идёт речь о справедливости. Когда мы видим «Господь», это значит, речь идёт о милости и Божьем долготерпении к человеку. И, слава Богу, много раз встречается в Ветхом Завете, когда сказано «Господь — Бог». Это тогда мера Божьего правосудия и мера Божьего милосердия встречаются вместе. И мы знаем, я хотел бы просто зачитать список ветхозаветних имён Бога, которые открываются от Элогима и от Яхвы. Помните, у нас Элогим есть, Элогим Адонай, Элогим Шадай, Эль Шадай — это Бог всемогущий, Евраамом был открыт. Эль Ильон — это Бог Всевышний. Эль Алам — это Бог крепкий. Потом от Иеговы несколько образований. Иегова Раи — это Иегова пастырь мой, Иегова Кана — Бог ревнивый, Иегова Ире — Иегова усмотрит, Иегова Ияхвы — это одно и то же, если что. Иегова Шалом — Иегова мир — это значит Бог мир, это Иегова Рафеха — Бог целитель твой, Иегова Цит Кейну — Иегова оправдание наше, Иегова Шама — Иегова Там, Иегова Ниси — Иегова знамя твое, Иегова освящающий вас. То есть все эти имена, которые были употреблены, они были или от Эль, или от Иегова, то есть от Яхова. Яхва и Иегова — это просто разная огласовка, согласная в букву. Получается, до Иисуса Христа все человечество, мало того, что ему было запрещено называть имя Бога в Суи, он мог обращаться к Богу по двум только словам и знал только характеристики Бога, но Бога не знал. Потому что я уже сказал выше, что знать имя — это значит познать суть, это значит углубиться, это значит признать, это доверие, открывает Бог имя свое не всем. Я хотел бы сказать последнюю мысль о том, что слава Богу, что вы Иисусе Христе, Рождество Иисуса Христа — это откровение имени Бога для людей. Мы с вами не знали бы, как их зовут Бога и как его называть до прихода Иисуса Христа. Помните, как он в первосвященческой молитве два раза говорил о том, как он подводит итог своей миссии. Он сказал, что «Я открыл имя твое человекам, которых ты мне дал». И еще раз он говорит, «Я открыл имя твое и любовь твою». То есть только с приходом Иисуса Христа мы с вами узнали, как зовут Бога, и Бог дал право нам его называть, его звать. Понимаете, это действует очень примитивно, как пароль. То есть теперь, когда мы называем это имя, Бог действительно отзывается, Бог действительно слушает. Если раньше мы даже не знали, как к Нему обратиться, и Бог даже обращающихся к Нему наказывал, потому что они говорили это в суе, то сегодня во Христе Иисусе мы знаем имя Бога. И я хотел прочитать список имен, которые я нашел об Иисусе Христе. Которую Он открыл нам о Боге. Иисус Христос назван Агнцем Божиим. Альфа и Омега. Аминь, то есть истина так. Бог истинный. Воскресение и жизнь. Второй человек, это его так называют, то есть человек, сверхчеловек, новый человек. Господь, дверь, друг, Эммануэль. Эммануэль — это Бог с нами. Жизнь вечная, звезда утренняя, испытующий сердца и внутренности, истинная виноградная лоза, краеугольный камень, лев от колена Иудина, Мессия, Назарей, отрасль, пастырь добрый, последний Адам, путь, истина, жизнь, свет миру, слово, сын Бога живого, сын Божий, сын Давидов, сын человеческий, хлеб жизни, хлеб, сшедший с небес, царь иудейский. И это еще далеко не полный список тех имен, которые принес нам Иисус Христос. Я последнее хотел бы мысль сказать уже перед нашим Аминь. Вспомните, для меня в этой теме самый главный текст, и пусть он будет ключевым, останется для нас, что пишет Иоанн в своем послании, третьей главе, в первом стихе. Давайте его с молитвой вместе прочитаем. Третья глава, первый стих. И попробуем почувствовать, что сюда вложил, какой смысл вложен в эти слова апостолом Иоанном. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. В Иисусе Христе мы знаем имя Бога, и мы сами приобрели новое имя. Называться и быть кем? Детьми Божьими. Это наше новое имя. Это то имя, которым Бог нас называет. Он называет нас детьми Своими. Если до этого мы были погибшие грешники, это самый верх погибшим грешникам, а то и пыль, и перст, и прах земной, и все остальное, то сегодня мы дети Божьи. И Он наши имена не считает осквернением, чтобы вписать в Книгу жизни. Это наш новый статус, это наше новое звание. Мы дети Божьи. И называем Отцом того, кто раньше был судьей. Кто-то раньше был скрыт за облаками под названиями просто Яхве и Эль. И Лагим. Мы не знали, как его называть, но теперь мы знаем, что Дух Божий, который внутри нас, Он взывает Ава, Отче. И Бог нам отвечает, что «Дитё моё, не смущайся». На этом я хотел бы закончить. И просто, чтобы мы переосмыслили с вами эту тему, давайте я просто зачитаю список глаголов, которые я нашёл в Писании, которые упоминаются к имени Божьему. Что можно делать с именем Божьим, чтобы мы переосмыслили свои имена и имена Божьи. Я зачитаю эти глаголы и скажу «Аминь». Итак, имя Божье Писание призывает нас прославлять, воздавать славу, исповедовать, чтить, светить, петь, уповать, возвещать, знать, бояться, превозносить, призывать, искать, радоваться, восхвалять, восхвалять, стремиться, возвеличивать. Аминь.